представители знака зодиака девы здравствуйте девы гороскоп таро прогноз весна 2023 года месяце март апрель май давайте узнаем каковы подсказки карт но будем реалистами любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений но мы предполагаем размышляем и допускаем альтернативное восприятие развития событий не время не вот так вот в землю смотреть да или его не время сидеть пригорюнившись как раз увидеть какие-то новые возможности и по принципу пентакли нам какие-то как его новые проекты уже гарантирован успех так и кто-то нам может прийти кстати на помощь какие-то вопросы мы можем порешать или знаете как начало может быть нового вашего проекта нового жизненного периода ничто не будет как раньше для кого-то может и так может быть какой-то выбор или вывод давайте посмотрим и мы достанем три карты по месяцам хотя я не могу сказать что следует рассматривать в последовательности нет все может меняться мы все разные и все же это у нас будет март апрель и май просто как и перемешаться может а для кого-то это знаете как одна какая-то тема со многими составляющими которая выйдет такой активный более фон в течение всей весны на все три месяца что-то вот одно может быть будет превалировать так и мы достанем основное событие или главное событие или что важно знать в течение трех месяцев март апрель май что нам будет помогать по мнению второго конечно неожиданности возможное и три карты по основным сферам деятельности жизни наши это дела работы бизнес финансы такой краткий прогноз и личная жизнь как видят карты и так что нам по поводу марта вообще спокойно уверенный период жизни когда мы с собой довольны когда у нас все под контролем или буквально делаю деньги у кого бизнес значит удачные для заработков месяц будет вообще когда у нас положение наши тоже наш нас радует вообще по этой карте когда правда нет какой-то не турбулентности нет какой-то кстати новизны все идет для нас размеренно и мы уверены и все для нас понятно нет каких-то белых пятен единственный момент если по нумерологии 9 впереди перемены говорит нам так карта и деньги тратить кстати не рекомендуется по этой карте именно потому что впереди что-то будет меняться ну давайте откроем апрель вот они перемены нулевой аркан старший шут правда как точка отсчета как точка невозврата для кого-то может быть апрель но кто знает может быть это все это смещается временные рамки это как наш но новый какой-то проект или может быть обстоятельства вокруг вас так меняются что вам захочется или придется тоже взаимодействие с той обстановкой которой вы будете находиться начать что-то новое или не действовать как раньше но чаще ведь по аркану шут это когда мы знаете как с чистого листа пишем свою судьбу или что-то какое-то дело начинаем и полны вдохновения когда нас это дело просто захватывает или какой-то проект или может быть нам хочется себя в чем-то попробовать может быть кстати эта карта как новые отношения может проиграться у кого-то именно элемент новизны весна это всегда время вдохновения и мы ждем но вот чего-то удивительного иногда этот период по старшему аркану шут знаете может характеризоваться когда я все начинаю с нуля увы мы каждый из нас находится в разной ситуации и обстановка тоже у каждого своя и для кого-то может означает что да вот как-то так сложились обстоятельства или я так чувствую что я как будто начинаю действительно к все заново и у каждого в своей сфере жизни может это проиграться почему вообще карта называется хаос перед началом творения и вообще вы мои дорогие девы из хаоса умеете навести порядок наверное где-то в апреле ориентировочно или может быть и прежде или чуть позже вам придется упорядочить какую-то систему или упорядочить может быть самого себя в каком-то правильном направлении может быть сделать какой-то выбор ведь потому что мы могли и не себе или не собирались например да куда-то отправляться а тут как-то старший аркан все-таки и когда старший аркан это на нас именно какие-то силы извне влияют так вот какая-либо обстановка может сложиться так что нам приходится чем-то заниматься но как будто карта она предполагает что настроение у нас точно хорошее и то чем мы будем заниматься как будто нас тоже должно увлечь единственная карта всегда предупреждает потому что шут идет под ноги не смотрит а мы должны надеяться на себя мы не должны рисковать собой и обязательно прислушиваться к интуиции нет нам помощников на этом этапе но с другой стороны дорогу оселит идущий и как раз солнце которое на заднем плане в этой карте где-то обещает успех но если мы говорим о риске каком-то то точно как минимум в апреле не время рисковать и знаете где там чрезмерная открытость если мы говорим по вообще как предупреждение полная открыт открытость миру людям да вот нет наверное мы тут немножко себя все же опасности не подвергаем и поэтому не действуем опрометчиво не действуем наспех куда-то в принципе торопиться наверное не стоит а для кого-то из вас знаете может проиграться ведь как переезд какой-то или я не собирался уезжать обстоятельства может быть так складывается что вы вы вынуждены будете поменять даже территорию где вы сейчас проживаете и так тоже может быть и при переехать на новое место и там будет казаться что я должен начать все с нуля у кого-то может быть офис ваш релокация и вам все равно придется отправиться и даже допустим по работе все понятно но новая какая-то обстановка будет влиять на вас так что будет казаться мне кажется вот я как действительно начинаю все заново май много информации много людей много динамики и нам говорят не не спеши включаться в какие-то вопросы что-то вы будете решать искать кстати какую-либо информацию что-то к вам придет на порог даже то что вы может быть и не ожидали иногда по этой карте какие-то тайны мы случайно узнаем но как работа в принципе с новостями или какими-то известиями или то что мы называем информацией может быть это вообще ваша работа сама по себе с информационным потоком но здесь значит ее даже будет больше будут и новые люди причем разные и будет много общения и в основном карта это дает один совет держи сторонним наблюдателем не спеши во что-то ввязываться буквально не спеши отчасти хвататься за какую-то работу сначала надо все просмотреть просчитать пронаблюдать где-то не рисковать потому что по этой карте нас иногда могут затянуть какое-то дело чем-то нас могут увлечь или может быть что-то нам могут наобещать где-то мы можем поддаться соблазну а у нас здесь как раз выпадает аркан шут и это для нас будет не в плюс поэтому руку на пульсе держим оцениваем ситуацию правильно главное событие ухты колесо фортуны и в этой колоде будьте внимательны посмотрите как раз в колоде таро висконте створца отличается немножко значение и если мы говорим про обычные другие колоды это карта шанса то здесь шанс такое 50 на 50 как будто главное событие чего-то мы не можем изменить вот знаете как прописано наверное в небесных небесной канцелярии в небесных скрижалях или то что мы называем это судьба называйте как хотите но от чего-то мы просто не можем уйти с чем-то мы вынуждены будем столкнуться я имею ввиду вот именно какие-то внешние воздействия ситуации и тогда от нас потребуется хладнокровие выдержка чтобы правильно оценить обстановку чтобы правильно собственные силы к чему-то приложить и вот в этой колоде обратите внимание фортуна казалось бы но фортуна завязанными глазами и она находится в центре колеса колесо как рулетка изначально нам не рекомендуют покер играть с или в рулетку и кстати наверное поэтому мудрый как будто посмотрите проползает под этим колесом которое непонятно в какую сторону крутанет это фортуна с завязанными глазами и может быть поэтому на вершине этого колеса сидит персонаж у которого ослиные уши а второй с ослиным хвостом падает время перемен и я должна сказать что вообще для многих знаков вот которые я сделала расклады эта карта выпадала и что-то весной наверно будет такое чего мы действительно не в силах изменить поэтому будьте внимательны вот то я сейчас об этом подумала правда ведь этой карты как-то много еще в предыдущие какие-то мои прогнозы она не встречалась так достаточно часто поэтому по этой карте мы не рискуем мы не надеемся на 8 мы надеемся сами на себя и что немаловажно оставляйте пространство для маневра вот я всем говорю то есть если мы не можем предугадать как разовьются события как будто мы не сможем вот примите и этот момент во внимание мы не сможем от чего-то отказаться то есть нам придется в чем-то проучаствовать но вот именно участвуя в чем-то вот этот самый запасной аэродром или вот эта подушка безопасности когда мы можем пол шага назад отступить и что-то переиграть или выйти из какого-то дела или как-то вот еще ретироваться вот это будет тоже важно потому что наперед предугадать невозможно а у вас как раз выпадает карта шута когда мы сказали хаос перед началом творения что-то словно заново что нам помогает и по-разному ведь может проигрываться вот будьте аккуратны посмотрите второй старший аркан луна луна хорошо проигрывается когда знаете мы дома мы в том месте где нам комфортно безопасно это наша семья это наши близкие и я могу сказать что ваши близкие вас будут поддерживать ваша семья люди которые к вам и искренне относятся и вас любят но вот именно вы будете чувствовать себя в безопасности наверное только вот с такими людьми может быть это один человек или вообще наедине сами с собой поэтому всяческая возможность риска с карты луна она должна быть исключена искусство мелких шагов вы сами себе должны помогать вы должны знаете как для сами для себя где-то не торопиться это вот первое правило по аркану луна почему потому что сумерки непонятно и вам будет еще может достаточно часто в течение весны касаться что я исследую непознанную землю без карты или буквально так кто-то переедет туда куда совершенно не собирался вполне такое может быть и тогда для вас и земля будет непознанная поэтому и важно знаете как шаг сделал и осмотрелся еще шаг сделал и снова как будто нужно оглянуться по почему я так говорю потому что иногда проигрываются по этой карте что мы можем совершить какую-то ошибку именно потому что мы чего-то не увидели вовремя и или что-то мы не просчитали уверенным быть нельзя вообще ни в чем будут влиять те события которые извне еще раз нам говорит карта и не говорят нам о какой-то серьезной ошибки глобальной но какая-то сложность может быть и если мы говорим опять же в значении что мне помогает интуиция вам может помочь мои дорогие девы и вот именно искусство мелких шагов давайте посмотрим какие неожиданности и у нас выпадает page page мечей и я вам должна сказать что он неожиданности мы можем столкнуться как с людьми которые могут нам что-то доказывать или заявлять о чем-то например до настаивая что это истина в последней инстанции нас могут в чем-то убеждать то есть к вам может приходить какая-то информация да вот смотрите и это неожиданность мы сказали уже что вы можете случайно узнать какую-то тайну или случайно услышать что-то потом применить себе но иногда это будут идти люди которые вот в колоде второй иллюминатов паш именно мечей означает борец без причины то есть это могут быть конфликтные люди или попытки нас тянуть в конкретный конфликт поэтому будьте хладнокровны хладнокровны невозмутимы и ну надо будет самому может быть найти какую-то информацию что-то перепроверить чтобы не повестись на первое услышанное вот для вас это будет важно и опять же страхуем сами себя бережем сами себя и будем внимательны дела работы бизнес шикарно старший аркан победа интеллекта над грубой силой значит вы мои дорогие как раздевы своей ментальностью своим интеллектом порешайте все вопросы но видимо где надо так себя в руки возьмете хладнокровно а вы убейте не случайно да я говорила что из хаоса сделать порядок и вот вам это предстоит вот он аркан шут а вот вам аркан сила и поэтому у вас все получится но от вас это потребует безусловно напряжение и позиция вот тут ведь разные могут быть по старшему аркану ситуации но как будто помогать будет позиция серого кардинала когда мы не включаемся в какие-то вопросы не действуем где-то открыто а так вот завуалирована аккуратно осторожной поступью как будто прежде чем рвануть вперед нужно аккуратно подкрасться какому-то объекту пронаблюдать за ним сделать выводы и только потом действовать но я не знаю насколько это можно применить то что я сейчас сказала но я думаю смысл моих сказанных слов вы поняли это будет важно что у нас по финансам еще один старший аркан это аркан 20 страшный суд и это шикарная кстати карта очень добрая карта избавление от боли избавление от страданий когда знаете вот какие-то переживания сомнения то что давала нам бессонница то что нас мучила она уходит у вас выпадает это на деньги поэтому если какие-то были вопросы по финансам как будто этот период заканчивается и он уже не имеет никакого значения по этой карте нам предлагают смотреть в будущее с оптимизмом отчасти нам говорят что буквально высшие силы помогают будут какие-то ситуации значит и заработать денег и какие каким-то образом улучшить свое материальное положение если будет нужна помощь нам как будто ее окажут и вообще по этой карте нам знаете главная мысль не переживай вот что говорят что у тебя сейчас наступает прекрасный период жизни это знаете как освобождение скорее от каких-то проблем или как преображение да как будто все отчасти с чистого листа когда мы вступаем в какие-то более лучшие времена мы уже разрешаем как и наши проблемы так и иногда недаром говорят возрождение но вот как второе рождение наше у нас получается какой-то новый проект начать который будет иметь и как и для нас значение так и изменит наше качество жизни причем это будет такое что-то стоящее знаете такое надежное на какой-то длительный период времени не мимолетное которое сегодня пришло завтра ушло может быть какой-то проект любые ваши начинания посмотрите карта сила как раз еще и к финансовому успеху приведут но это не будет за период весны нет это вот на какой-то последующий период вы как будто можете начать новый проект или что-то новое новая деятельности новый способ заработка или может быть по вашей теперешней работе месту службы откроются какие-то новые перспективы но это всегда те перспективы когда мы остаемся довольны поэтому старший аркан но я так и думаю что для вас не будет никаких проблем именно денежных и еще один у нас старший аркан это у нас вообще личная жизнь выпадает аркан отшельник наверное я думаю так у кого сейчас впаривай да и у вас все хорошо вряд ли будут какие-то изменения но отшельник мы понимаем все таки он идет один и это для кого-то может означать что какой-то свой проект или отчасти переезд вам придется сделать в одиночку или какой-то путь пройти одному даже если вы сейчас допустим вместе может быть такое потому что надеемся мы сами на себя или по этой карте нам еще говорят что может так закрутиться может быть обстоятельства так сложится или события закрутятся таким образом что вам придется куда-то отправиться куда вы не собирались но это и будет именно ваше решение потому что у вас будет интерес ведь аршельник он идет всегда только туда где у него есть интерес на него невозможно давить на него его невозможно уговорить он именно он философ он мудрец как его уговорить и вот где-то и у вас такая же позиция что я иду именно туда или занимаясь только тем что считаю для себя важным и нужным и у кого-то это может быть как знаете если допустим были отношения уже ну не сложилось фактически уже ну не взаимопонимание нет притяжения какого-то это может быть ваше решение что я ухожу увы и такое тоже у кого-то может проиграться вообще очень много старших арканов и можно их прокомментировать ведь к любой ситуации правда у каждого из нас я просто надеюсь что вы как-то прочувствовали и подробно то что я рассказывала для вас это тоже можно как-то проанализировать и применить к событиям вашей жизни но я хочу сказать что если мы смотрим на личную жизнь нам выпадает старший аркан отшельник ведь личная жизнь это не только про любовь согласитесь это еще очень много вопросов где-то наших достижения в первую очередь и вот когда выпадает аркан отшельник я и люблю эту карту за то что я точно знаю что мне никто не мешает поэтому мои дорогие девы могут быть какие-то да помехи там вопросы ситуация может меняться резко как-то все и убыстрятся где-то какая-то турбулентность все может быть но так или иначе как будто вот нам никто конкретно не мешает самое главное быть где-то на волне этих событий и в то же время держать руку на пульсе интересное время и не только для вас вообще я вот оборачиваясь назад к тем прогнозам которые я уже сделала весна какое-то серьезное время может быть поэтому собой не рискуем страхуем себя сами мои дорогие девы но я знаю что вы люди очень мудрые и вы те люди которые действительно на себя всегда надеются они на какую-то призрачную удачу но даже и вы будете стоять несколько раз видимо в течение весны вот перед теми вопросами которые так 50 на 50 или у меня нет опыта в этом деле или я не знаю как поступить или я хочу осуществить одно а пока непонятно что из этого получится и просчитать невозможно поэтому берегите себя будьте счастливы и и Продолжение следует...